Сновидцы для строительства село перспективное. Природа красивая и от города недалеко. Вот только сами жители жалуются, если дома удастся построить, то зимой придется сидеть без света и в холоде. По словам местных, электричество здесь отключают не реже, чем раз в месяц. Почти в каждом доме стоит котел, а из-за отсутствия света отопление выключается. И без генератора можно заморозить весь дом. Каждый месяц отключают и бывает, ну как, в течение там недели бывает по два, по три дня подряд. Один раз отключали вообще, больше суток не было, аж по даре и замерзли. Пришлось даже уезжать домой, ну в город ехать к родственникам жить, ну переночевать, чтобы как-то пережить-то это. При этом во многих домах живут маленькие дети, которые просто боятся замерзнуть в темноте. Но даже когда свет есть, претензии к подаче электроэнергии остаются. Из-за постоянных скачков напряжения из строя выходит совсем не дешевая бытовая техника. У нас страдает морозильная камера, у соседей морозильная камера вышла из строя. Микроволновая печь не греет на полную мощность. Ну а в остальном у нас источники бесперебойного питания подключены. То есть это дополнительные траты, чтобы техника не входила из строя. На самом деле ничего здесь нельзя поделать. Мы просто сидим в темноте, включаем фонарики, свечки и закрываем комнату, чтобы тепло не уходило. Причина постоянных отключений света, уверены местные жители в старом маломощном трансформаторе. Он просто не выдерживает нагрузки из-за большого количества подключений. Сновидцы за последнее время сильно разорослись, а трансформатор был рассчитан на маленький поселок. Практически каждый месяц происходит, бывает чаще, даже летом происходит скачки, отключения, когда дождь, молния. Зимой происходит чаще, а от перегрузки трансформатора он не выдерживает существующих нагрузок. Проблемы, по словам местных жителей, существуют уже порядка 4-5 лет. Ровно год назад люди уже рассказывали об этой ситуации нашему телеканалу. На тот момент представители Владимирских электрических сетей заверили, что об отключениях им известно. И все необходимые работы по замене оборудования проведены. Там было технологическое нарушение по стороне 0,4 кВт. Оно устранено. Все сейчас там, так, 2-го числа. И больше ничего этого не случится. В частности, для села Сновидца была восстанавливана кольцевая линия, которая была разворована. То есть в этом году летом были проведены работы по монтажу провода. И теперь имеет резерв село Сновидца по напряжению 10 кВт. Если работы проведены, то почему у людей все еще отключают свет и ломается техника? По всей видимости, проделанные энергетиками работы недостаточно для того, чтобы обеспечить светом все село. По Владимирэнерго уже заверили, что снова будут изучать ситуацию в Сновидцах. Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей улицы 5-й линии в Сновидцах, энергетики филиала Владимирэнерго проводят комплекс необходимых технических мероприятий. В комплектной трансформаторной подстанции, питающей линию улицу, напряжение поднято до нормативного уровня. И на этой неделе на данной улице будет проведен повторный аудит электрических сетей. По словам энергетиков, такие отключения могут действительно случаться из-за нагрузки на трансформаторную подстанцию. Но точно это можно будет сказать только после проведенного аудита, который укажет на истинную причину неполадок. Константин Миронов, Дмитрий Журавлев, 6 канал.